Друзья, меня зовут Макс и в этом видео покажу вам очень прикольный фокус, в котором вы сможете угадать число, которое загадает ваш товарищ или аудитория, которая будет смотреть этот фокус. Причем вы угадаете это число без каких-либо начальных данных, вы практически ничего не будете знать. Он выбирает число и через некоторое количество манипуляций вы отгадываете число, которое загадал ваш знакомый. Когда я этот фокус первый раз увидел, я подумал, что покажи его в средние века, то вас бы признали колдуном и кинули бы на костер. Такой вот это очень прикольный, интересный трюк. И смотрите, ребята, если вам нравятся видео с фокусами, которые я показываю, нахожу, ну конечно я их нахожу в интернете, вы сами все можете найти, но тем не менее, чтобы вам не искать, проще посмотреть их у меня. Так что ставьте лайки и я продолжу выпускать эту рубрику. А сейчас мы с вами переходим за лист бумаги. Значит, смотрите, просите зрителя загадать какое-либо число, четырехзначное, абсолютно любое. Причем вы не знаете это число, вы не смотрите, вы отвернулись и стоите спиной к доске или к листу бумаги, неважно на чем вы пишете. А зритель загадывает число, ну, допустим, 5946. Вы это число не видите, не видите его. Все, не видите. Вот так вот пишу. Не ви-ди-те. Не знаю, зачем это пишу и написал я как-то криво. Короче, не видите. Далее вы просите другого зрителя, ну, можно и другого, можно и того же самого, поменять в этом числе цифры местами, как он захочет, просто в произвольном порядке. Ну, допустим, не знаю, 4, 5, 6, 9. Смотрите, допустим, так, блин, карандаш не пишет. Как я плохо подготовился к трюку. Возьмем другое, у меня их много. Вот так вот. Бля, хамуха. Еще один есть. Значит, ай, стоп, стоять, стоять. Меняете числа, числа, в общем, меняет в произвольном порядке. Далее вы опять это тоже вы не видите. Тоже не ви-ди-те. Вы вообще в этом фокусе практически ничего не будете видеть. Значит, он поменял число. Далее вы говорите, чтобы человек отнял от большего числа меньшее число. То есть, в данном случае от верхнего нижнее отнимаем. А если нижнее было бы больше, то от нижнего отнимали бы верхнее. Не суть, важно. Значит, отнимаем число. Так, надо посчитать. Получается, значит, 7, 7, 13. Тысяча триста семьдесят семь, получается, мы вычли. Это вы тоже не видите. Вы ничего не видите. Не-ви-ди-те. Далее вы говорите, значит, человеку. Вообще прикольно, если разные люди будут действовать все совершать. Значит, вы говорите. Чувак, выбери любую цифру из вот этого числа, что у вас получилось. Ну, он выбирает, допустим, не знаю, цифру семь. И зачеркивает ее, цифру семь. Далее вы говорите. Окей. Выпиши отдельно три цифры, которые получились. Он их выписывает. Вы их тоже не видите. Далее вы говорите, чтобы он сложил их все. Он складывает, получается, число одиннадцать. Это вы тоже все не видите. Не видите. Ничего не видите. И в итоге вы видите только цифру одиннадцать. Вы поворачиваетесь, смотрите на цифру одиннадцать. И тут же называете цифру семь, которую он зачеркнул. Прикиньте. Кто-то крестится. Кто-то звонит священнику-экзорцисту. Кто-то вам не верит, думает, что вы реально шайтан. Смотрите. Вот это число он вообще не знал. Вот это он тоже не знал. Вот это он не знал. Ну, то есть вы не знали. Да, вы не знали. Эти цифры вы тоже не знали, которые остались. Цифру, которую он зачеркнул. Вот эту цифру, которую он зачеркнул, вы тем более не знали. Вы увидели только конечную сумму. Эта сумма могла получиться из любых цифр. Там один плюс три плюс семь. А может было там два плюс два плюс семь. То есть эта цифра одиннадцать может образоваться из любой суммы практически. То есть вы вообще ничего не знаете. Вы знаете только цифру одиннадцать. И тут же прям сразу называете, что он зачеркнул букву семь. Как вы думаете? Вы верите в то, что это вообще можно продемонстрировать? Наверное, кажется, что тут нужны какие-то сложные расчеты. Но на самом деле все просто. Сейчас я вам расскажу. Фокус расшифровывается. Разгадка кроется просто в двух словах. Вы считаете, не считаете? Ищите ближайшее число после одиннадцати, которое делится без остатка на девять. Следующее число после одиннадцати, которое делится без остатка на девять. Какое? Правильно. Восемнадцать. Разделить на девять будет два без остатка. И от этого числа, от восемнадцати, вы отнимаете одиннадцать. У вас получается семь. Вот и все. Если бы у вас тут получилась цифра, ну, допустим, восемь. Да, допустим, у вас получается цифра восемь. Следующее после восьми число, которое без остатка делится на девять, это девять. Девять делить на девять, получается один. Правильно? Вы берете девять и от девяти отнимаете восьмерку. Получается девять минус восемь, получается единица. Значит, человек загадал цифру один. Если у вас получается здесь цифра вместо, там, не восемь, не одиннадцать, допустим, двадцать четыре, то следующее после двадцати четырех число, которое делится на девять. Следующее. Это двадцать семь. Ну, двадцать семь разделить на девять, получается три. Правильно я еще помню таблицу умножения? Значит, цифру, которую загадал человек, цифра, которую загадал человек, это троечка, получается. То есть, двадцать семь минус двадцать четыре будет три. Двадцать семь минус двадцать четыре равняется три. Значит, он загадал цифру три, зачеркнул цифру три. Вот и весь фокус. Как он работает, я не буду объяснять это очень долго, но, в общем, я вас уверяю, что вы сможете таким вот путём удивить людей. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, потому что на моём канале куча всяких загадок. Загадки будут всё время выходить. Это основная рубрика. Также тут будут выходить всякие фокусы, всякие какие-нибудь научно-популярные влоги, тематики, которые лично мне интересны. Также, когда я наконец-то уеду с этой грёбаной дачи, у меня есть ещё идеи для новых рубрик, которые я пока вам не скажу, какие будут. Но тоже интересные, в общем. И до скорых встреч. Всем пока. А да, ещё, наверное, какие-нибудь игры я буду записывать, но, не знаю, подумаю ещё. У компьютера пока нет хорошего. Всё, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok